Девушки отдыхают Девушки отдыхают Здравствуйте Мы сегодня рассмотрим 18 главу Евангелия Пойди и обречи его между тобою и им одним Если послушает тебя, то приобрел ты брата твоего Если же не послушает, возьми с собой еще одного или двух Дабы устами двух или трех свидетельств Подтвердилось всякое слово Мы продолжаем изучать через Евангелие Матфея, как Матфей передает слово об Иисусе Как вы знаете, Матфей был мытарем И он начал следовать за Иисусом И однажды Иисус пришел в дом Матфея Поскольку Иисус пришел в дом Матфея, поэтому многие мытари могли прийти к нему Тогда книжники и фарисеи начали осуждать Иисуса, говоря, как он может действовать вместе с мытарями Тогда Матфея было очень интересно, что же скажет на это Иисус? О, это дом мытаря? Я не знал об этом Я зря сюда пришел Он думал, а вдруг так Иисус скажет? Но что сказал Иисус? Здоровому не нужен врач, но больным нуждаются врачи Я пришел для того, чтобы призывать неправедников, но грешников, чтобы они оправдались И когда Матфей это слышал, наверное, он был очень сильно потрясен А, наш Господь любит и мытарей И нас, грешников, он любит У мытарей есть такая душа, и поэтому он начинает писать об этом Если же согрешит брат твой против тебя Смотрите, когда мы ведем духовную жизнь, и если какой-то брат делает согрешение, что надо делать? По идее, обличи его между тобой и им одним Если послушать тебя, то приобрел ты брата твоего Что здесь самое важное? Я увидел, как один брат согрешил И я иду, чтобы обличить его Но почему в этом процессе могут возникнуть многие проблемы? Потому что не только этот брат, но и у меня также есть опыт, когда я согрешил И тот, который согрешил, обличает другого брата, который согрешил Да, я должен обличить этого брата, чтобы он вышел из греха Но и я на самом деле такой человек, который согрешил Поэтому если я пойду и просто буду говорить Вот, ты почему согрешил, ты не должен этого делать, тогда будут проблемой И если я еще кого-то с собой возьму, то еще больше может стать проблемой Однажды я проводил библейский семинар в одном городе После слова две женщины подошли ко мне, чтобы побеседовать А я спросил, а Евангелие получили ли вы прощение грехов? Она сказала, да, я получила прощение грехов Тогда я просто начал рассказывать слово через Библию До сих пор я не помню, о чем я точно говорил в тот момент Но я продолжал ей говорить И вдруг одна женщина начала громко плакать И я сам растерялся И она сказала, что знаете, я сейчас грешу Тогда я еще больше немного побеседовал с ней И она сказала, что на протяжении семи лет она грешит не со своим мужем, а с другим мужчиной Я спросил у нее, разве вы по плоти не наслаждались этой жизнью? Но она сказала мне Пастор, на самом деле не так Да, вначале я думал, что я наслаждаюсь этим человеком Но сейчас этот мужчина очень смело приходит к нам домой Однажды чуть ли муж не узнал, а второй раз ее сын не узнал И поэтому сейчас у нее появляется такая душа, что она готова убить этого мужчину и себя Знаете, я сказал этой женщине Женщина, именно вот это я хотел сказать вам Все фрукты, которые есть в этом мире, если они не спелые, они кислые, а если спелые, они сладкие становятся Но плоды греха совсем другие Чем больше они созревают, тем больше страданий и мучений Но что здесь важно? Я совершаю грех Я продолжаю любить грех Я хочу быть вместе со грехом, поэтому это проблема Если я буду, как вы, женщина, ненавидеть грех и готова умереть из-за греха Тогда Иисус обязательно спасет от этого Знаете, что важно, когда брать или сестры согрешат Если я хочу, ненавижу этот грех, хочу оставить этот грех, не хочу быть вместе с ним Если у нас будет такая душа Даже если у меня нет силы победить этот грех Иисус спасает нас от греха, поэтому Он сможет нас освободить от греха Но как Ирод любил Иродиаду? Я люблю грех Мне нравится грешить Когда я хочу наслаждаться грехом Тогда я никак не могу освободиться от греха Я об этом рассказал этой женщине Среди нас нет ни одного, который может победить грех И только Иисус Христос может победить грех Нашими решениями, нашими стараниями мы не можем освободиться от греха Неважно, какой грех вы совершили Но если вы хотите освободиться от греха Если вы ненавидите грех И из-за греха, если вы страдаете То в этот момент посредством Иисуса Христа мы можем освободиться от греха Если мы будем действовать посредством Иисуса Мы получаем то, что Иисус Христос очистил наши грехи Таким образом мы можем освободиться от греха Я сказал этой женщине Вот это я хотел вам сказать Вы до сих пор грешили Но некоторые люди грешат, но они любят этот грех Они наслаждаются грехом Если они хотят быть вместе со грехом Если я люблю грех, если я хочу быть вместе со грехом Тогда как Иисус может нас разделить? Поэтому для того, чтобы нас освободить от греха Сначала мне кажется, у меня так нравится быть со грехом Что я буду счастлив так Но потом это страдание из-за греха у нас увеличивается И это страдание греха настолько велика становится, что мы начинаем ненавидеть Мы готовы уйти от этого греха Но у нас все равно не будет силы победить этот грех Поскольку у нас нет силы победить грех Чтобы мы сами победили грех, это невозможно Тогда мы говорим, Господь, пожалуйста, жалься надо мной Я прошу тебя, освободи меня от этого греха Да я ненавижу грех, если хочу освободиться действительно То Господь Бог разрушает власть греха и спасает нас и переносит к Иисусу Знаете, в тот вечер было уже слишком поздно Но я рассказал, какое страдание Иисус перенес ради нас Но Иисус не просто страдал Я сказал, что через эти страдания Он спас нас от греха Освободил от греха И в тот вечер мы разошлись На следующий день, когда эта женщина пришла мне ко мне снова Удивительно, у нее была новая душа уже Ее душа была уже светлой, веселой, радостной и счастливой Она сказала, пастор, теперь я освободилась от этого греха Я получила прощение грехов Я смогла стать свободной от греха Я такие слова услышала от этой женщины Я, конечно, сейчас еще не знаю, как она живет Но я верю, что через Иисуса она живет хорошо Когда я оказался в грехе Когда Давид начал тупать во грехе Был пророк Нафан Знаете, если эту историю посмотрим, она удивительная Давид согрешил Но Давид был иначе Давид всегда при себе имел пророка Когда Давид был молодым, пророк Самуил был всегда его руководителем Когда он согрешил, тогда пророк Нафан был вместе с Давидом А когда он стал в старости, тогда пророк Гад был вместе с ним То есть при его жизни были трея пророка, которые руководили его жизнью В молодости был пророк Самуил Потом пророк Нафан А в старости был пророк Гад Знаете, практически в Библии, может, о них не написано Но каждый раз, когда Давид подал грех Или когда Давид оказался в трудной ситуации Казалось бы, их нет Но каждый момент они приходили пророки Вместе были с Давидом, особо ждали его от греха И также проявляли милость Господа Бога и Давиду Например, если один брат или сестра согрешили Понимаете, если я приведу многих людей с собой, чтобы они обречали его Понимаете, не несколько человек должны нападать на одного человека, обречая его Вы должны одни пойти и общаться с ними всей души, серьезной душой передать, чтобы он узнал грех свой Когда Давид сосчитал народ свой, тогда пророк Гад пришел и обречил его за его грехи А когда Давид согрешил с женой Урией, тогда пророк Нафан пришел и показал его, чтобы он освободился от греха И поэтому, если какой-то брат или какая-то сестра согрешила Да, Библия говорит, не надо много с собой брать, чтобы обречать, что показать на его грех Но вы один идите и очень серьезно вы общаетесь и показываете на его грехи Брат, почему ты совершил такой грех? Как пророк Нафан тоже так поступил И тогда Давид, когда он узнал грех, он действительно сжарился и сказал, что он согрешил Знаете, что интересно, после того, как пророк Нафан обречал Давида До того момента Давид хотел скрыть свой грех, он как-то пытался что-то закрыть Но из-за этого он согрешил еще один грех, второй грех, третий грех А когда пророк Нафан обречил его, тогда он начал молиться перед Богом, он стал перед Богом низкой душой Знаете, важно, что люди все грешат И Давид согрешил, все люди Божьи даже согрешили Но что здесь важно? Когда люди в духовной жизни не согрешили Большинство людей, они следуют за сатаной Это действительно очень серьезный вопрос Но что важно? Честь общения с этими людьми Да важно, чтобы через общение их могли вести к пути веры Смотрите, нет ни одного человека, который бы не согрешил И нет такого человека, который в духовной жизни всегда будет на вершине Мы здоровые люди Порой мы можем простыть Мы можем заболеть малорией У нас может быть какое-то воспаление чего-то Так как мы заболеваем то же самое Когда мы ведем духовную жизнь Да, ведя духовную жизнь, мы не можем быть совершенными Но раз я от простуды, мы можем умереть Можно ли нам умирать от малории? От малории нельзя убирать Это было, когда я поехал в центральную Африку Было вечером очень холодно На следующем вечером я поехал в страну Танзанию Я поехал в Танзанию Я поехал в Танзанию, в церковь нашу Танзанию 교회 사모님이 Я спросил, о, 목사님, 왜 그러세요? А жена пастора в церкви в Танзании спросила, о, пастор, что с вами? А, 어제 я на море очень холодно, так что я очень холодно Я сказал, о, вчера было холодно, поэтому, по-моему, я простыл Она сказала, о, пастор, это Африка? А, что-то такого А, простуда и малория, они очень схожи симптомы у них Поэтому надо немедленно пойти в больницу Мы пошли в больницу Знаете, там больница была, она была очень бедная, но там был один микроскоп Он взял кровь мою и положил на стекло и посмотрел И под лампой он высушил кровь И потом добавил краску Потом снова высушил И посмотрел под микроскопом Он посмотрел и сказал, у вас малория Эта краска, она специально выделяет только клетки малории Я когда посмотрел, действительно был вирус малория То есть то, что у меня был насморк или кашель, это была не простуда, а малория Первые симптомы малории очень схожи на простуду И поэтому, если мы простываем в Африке, мы думаем сначала, что это малория Когда я принял эти таблетки, я сразу смог стать здоровым Но если бы малория размножалась внутри меня Тогда я мог не умереть из-за болезни малории Как болезнь, то же самое Даже если кажется, что грех маленький Но этот грех постепенно начинает расти во мне Из-за маленького греха, который мы не принимаем всерьез Оно становится такой проблемой, что мы не можем даже нормально вести духовную жизнь Если один братца решил, надо со словом Господа Бога пойти и передавать ему слово Надо дать возможность, чтобы он осознал свой грех Не надо мучать его, чтобы он страдал из-за своего греха Нет, когда он захочет освободиться от греха, когда он знает, что грешник Что нужно этому брату показать? Ему нужно показать крест Посмотри на крест Смотри, вот в книге к числам, если в Ветхом Завете посмотреть, когда укусил ядовитый змей, надо было посмотреть на метного змея Смотри, ядовитый змей символизирует грех Смотри, ехидны жалили, поэтому они умирали от дяда Это символизирует то, что из-за греха мы умираем Но что символизирует метный змей? Медь в Ветхом Завете символизирует суд Метный змей символизирует о том, что грех был сужден А знаешь, что сказал Иисус? Как в пустыне был поднят метный змей, так же сын человек должен быть поднят Смотрите, когда израильский народ умирал из-за яда Когда они смотрели на метного змея, они освобождались от яда ехидны Когда мы умираем из-за греха нашего Надо смотреть на крест Да ты же ведь сейчас согрешил Из-за греха ты должен быть наказан Если ты наказан будешь, тогда ты освобежишься от греха Но крест нам символизирует, что ты получил уже наказание за грех Когда ехидны жалили, люди умирали Они смотрели на метного змея и могли остаться живыми Почему они, если смотрели на метного змея, будут жить? Да яд продолжает убивать меня Но когда смотрели на метного змея, этот яд уже потерял силу свою И они могли освободиться от яда ехидны Что это символизирует? Ехидны символизирует грех, а метный змея символизирует суд греха Мы тоже перед Богом согрешили Грех нас очень сильно мучает, делает, что мы страдали И мы получаем осуждение греха, мы мучаемся, страдаем из-за этого Но когда я смотрю на метного змея Да этот метный змея символизирует суд Это значит, что мой суд уже завершен То же самое Иисус Христос был распят на кресте Смотря на распятие Иисуса Христа, что мы видим? А, на кресте уже наказание за мой грех уже совершен Я сейчас страдаю из-за греха Мне кажется, что я умру из-за греха Я страдаю из-за греха А, но наказание за это грех уже совершен на кресте Значит суд уже завершен Тогда получается, что у меня уже нет греха? А, я страдал, потому что не знал просто Уже наказание страдания я уже получил Что написано в 53 главе книги Исаия? Но он из-за грехи наши Мучим за беззакония наши Наказание мира нашего было на нем Ранами его мы селились То есть крест символизирует то, что все наказание, которое должен был получить, я уже посовершилось Поэтому мое наказание на кресте уже закончилось Значит я стал чистым Тогда почему я сейчас мучаюсь из-за греха? А, потому что я не знал За мои грехи я уже получил наказание на кресте Если наказание завершено, значит уже все, нету, правильно? Знаете, в Корее раньше использовали уголь, чтобы топить дом Так скажем, перерабатывали уголь, чтобы уголь становился круглым И там есть дырочки, чтобы огонь мог подниматься наверх Если, например, 9 углей, тогда называли девятиугольный уголь Сейчас делают 21 дырок Если поставить на печь, тогда оно полностью сгорает Когда только пепел остается, когда все сгорает Как бы мы ни старались сжечь пепел, не получится у нас Потому что уже суд над этим углем загрешен То есть ничего не осталось, что может гореть Как мы ни будем стараться сжечь, ничего не получится Потому что уже все исчезло Смотрите, Иисус Христос уже все наказания, которые должны быть большим и большим Поэтому этому брату показываем этого змея, мы должны показать, что наш суд уже сошел И таким образом брат нас освобождает от греха И чтобы он мог находиться в милости Господа Так мы сможем приобрести этого брата Спасибо До новых встреч Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok